Лет 5 кит. Набор поставляется в картонной коробке. Внутри прямоугольная сумка размерами 75 на 30 на 22 сантиметра. Раскроем и посмотрим содержимое. Кожух сотбокса 60 на 90 сантиметров с диффузором и спицами в отдельном чехле. В комплекте их два. Отложим. В коробке сам светильник, запасной предохранитель. Светильник со стандартными патронами Е27 на 5 ламп. Поворотный кронштейн для крепления на стойку. Разъем предохранителя. 5 клавиш. Каждая клавиша включает одну лампу. Следовательно, мощность регулируется с шагом 20%. Отложим. Второй аналогичный светильник. В комплекте их два. Светодиодная лампочка. Фотоквант BLD25. Цветовая температура 55500 кельвинов. CRI 83+. Мощность 25 ватт. Тип кукуруза. В комплекте 10 штук. Суммарная мощность двух источников составляет 250 ватт. Две стойки в коробках. Модель Фотоквант LS2100. Три секции. Максимальная высота 207 см. Минимальная 87 см. Длина в сложном состоянии 74 см. Амортизации нет. Нагрузка до 2 кг. Установим светильник на стойку. Светильник можно наклонять почти на 180 градусов. Процесс установки софтбокса происходит следующим образом. Вставляем две верхние спицы в софтбокс. Есть нюанс. В софтбокс вставляются спицы прямые. Вот такие. А в сам источник с ограничительным пазом. Затем вставляем нижние спицы. Застегиваем заднюю часть софтбокса липучками. Отметим, что можно установить спицы в другие отверстия и софтбокс будет располагаться горизонтально. Настало время установить лампы. Они просто вкручиваются по часовой стрелке. Все пять штук. Проверяем. Работает. И заключительный этап установка диффузора рассеивателя. Выворачиваем липучками внутрь и фиксируем. То, что он мятый, не беда. Это ни на что не влияет. Выводы. LED 5 kit можно назвать бестселлером среди комплектов света начального уровня. Он пришел на смену хиту FL5. Основное отличие – это современные светодиодные лампы, которые обеспечивают большую мощность и долговечность, и меньший нагрев. Нами были приведены измерения CRI с помощью прибора LightMaster. И заявленные характеристики были подтверждены. CRI 83 является не самым выдающимся показателем среди современных ламп, но стоит отметить, что светодиоды с высоким CRI стоят значительно дороже. А для большинства задач INX83 Plus является вполне достаточным. Отметим, что наш измерительный прибор не зафиксировал мерцание ламп, а это позволяет без проблем снимать видео. Если говорить об интенсивности источников понятными для понимания параметрами, то один софтбокс дал нам следующие показатели. ISO 200, выдержка 1,6 секунды, диафрагма от 5,6 до 8, при съемке с расстояния 1-2 метра, что является, на наш взгляд, хорошими показателями. Рассмотренный комплект мы относим к начальному уровню, но, несмотря на это, он будет выгодным приобретением для видеоблогеров. Рекомендуем устанавливать сразу два софтбокса фронтально по бокам камеры, максимально близко друг к другу. В дальнейшем можно докупить источник для подсветки фона, например, SuperHit Photics T200R RGB TubeLight, на который мы делали обзор ранее. Также данный комплект подойдет для предметной съемки со штативом. Фотографам, которые любят работать с постоянным светом, в большинстве случаев будет хватать мощности этого набора и для портретной съемки. И напоследок отметим возможность расширения функционала данного комплекта. Если заменить стандартные лампы на лампы повышенной мощности, например, Photocvant BLD60, то суммарная мощность комплекта составит внушительный 600 Вт. И это все. Да пребудет с вами светосила и комплект Photocvant LED5Kit.